всем привет заказали мы вчера билеты австрию хотим полететь вену на восемь дней как бы у нас отпуск 8 дней мы полетим в австрию сначала но думаю может быть пожить несколько дней в вене к примеру и несколько дней в другом месте еще несколько дней в другом месте как мы это делали раньше когда летали в чехию из чехии ехали в германию то есть пожили примеру три дня в чехии и потом три дня в германии и уже из германии мы летели обратно узнать и так же сейчас думаем чтобы посмотреть еще кроме самой австрии думаем поехать из австрии в чехию вот и чтобы посмотреть там сейчас смотрю как раз видут ютубе разные ролики по этому поводу и выбираю в каких городах остановиться стоит больше всего будем также брать в аренду автомобиль чтобы нам прям в аэропорт в вене пригнали машину и чтобы мы были мобильными мои родители уже были в вене полгода назад или год назад точно не помню вот они тоже заказывали автомобиль и не знают что у кого заказывать мы кстати сюда так делаем даже тогда когда ездили и ездили чехию и германию мы в чехии брали автомобиль и уже из чехии их ехали на своем автомобиле арендованном в германию и из германии обратно в чехию вот это было классно не было никаких проблем ты был свободный ничего не привязаны был на своем автомобиле вот кстати время у нас не получилось сюда снять машину и мы зависели от городского транспорта это было плохо но сейчас хотим все-таки снять арендовать машину точнее сейчас нашел видосик такой что посмотреть в австрии в июне чтобы хотя бы знать куда стоит поехать и что посмотреть сделал себе вот такую пометочку что посмотреть в австрии и записываю первое на очереди на очереди это озеро манси обязательно надо посмотреть потому что там очень красиво я конечно в большом предвключении потому что там безумно красивая природа горы красивые и конечно есть что посмотреть потому записывать мне придется много и много мест куда стоит заехать и посмотреть что то интересно реально не успеваю записывать все интересно везде все красиво и все хочется посмотреть поэтому записываю практически все точки куда можно поехать и что посмотреть озера поселки всевозможные там где сказочные дома там где то там есть все очень хочется посмотреть на это все живую очень красиво все посмотрел я что куда поехать в австрии что посмотреть теперь самое время строить маршрут сейчас буду строить маршрут через google карты так вот булка в google картах нашел австрию вот карта австрии и сейчас будем разрабатывать маршрут поездки прессы долгая кропотливая работа еще раз привет всем мы переместились уже во второй день и сейчас я буду ехать в каньон зав за очками для зрения сразу скажу что отечки не для меня не просто их надо забрать потому что они готовы кстати что я хочу сказать по погоде у нас погода сейчас странная то жарко на прошлой неделе буквально позавчера на какой прошлой неделе буквально позавчера температура была 34 градуса было очень жарко сегодня ночью была влажность сильная а сейчас сейчас довольно таки комфортно и как можете видеть нету личного солнца наверху он все серое практически и комфортно довольно таки температура кстати такое ощущение как будто на улице . а поэтому если видно вот на лобовом стекле есть капли поэтому может быть что сегодня кстати будет дождь что очень хорошо в этот период дождь это вообще супер друзья за что я не люблю этот каньон зав потому что здесь никогда ни в какое время года и время дня нельзя припарковать машину потому что здесь постоянно все забито все от начала до конца забито вот и здесь случаются даже особые баталии за место припарковаться потому что каждый хочет лезть 1 припаркованное место и каждый придумывает разные отговорки чтобы только ему дали стать на свободную парковку вот поэтому я очень люблю это место но периодически приходится приезжать и те кто живет в решен лицоне или в окрестностях знают прекрасно и понимает о чем я говорю такое ощущение что люди без того чтобы приехать к нюанс завтра просто жить не могут и покажу как будто здесь постоянно все время все сутки целые сутки точнее все забито людьми и 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 первое дело я выполнил сейчас идут за очками и буду ехать домой сейчас внутри видно что очень много людей действительно здесь но непонятно почему столько людей в рабочий день находится на отдыхе это действительно странно сейчас я покажу что творится здесь на парковке это одна из парковок каньона наземная так сказать сейчас покажу парковку который находится на втором этаже тоже полностью все забито и есть еще также две подземные парковки и если вы подумаете что они все забиты то вы угадаете потому что они действительно также все забиты и и нету свободного места мне пришлось припарковать машину аж там самом далеке забрал кстати очки очки от валентина юдашкина вот такие вот женские очки от валентина юдашкина круто честно меня этот каньон зав напрягает во-первых потому что здесь место негде посадить машину парковку ты его на нервничайся пока посадишь машину а во-вторых не знаю что то он мне не сильно нравится вот каньон решет ним больше нравится он больше мощно европейские торговые центры как в европе я был вот там торговый центр хорошего ты каньон решим также сделан под европейский стандарт наконец-то я покинул этот ад под названием каньон зав торговый центр золотой если привести на русский торговый центр за газа его наконец покинул потому что ужас даже выехать с парковки это отдельное приключение я приехал наконец-то наш маленький городок такое облегчение после пережитого стресса с этими парковками это кошмар стресс был а сейчас хорошо облегчение смотри какие у нас здесь спальма перед нашим домом вот что-то растет какие-то плоды растут на дереве уже сколько четыре года живу здесь а так не узнал что это за плоды такие в общем спасибо за просмотр данного видео ставь лайк если понравилось видео если же ты еще не подписанного канал самое время подписаться нажать колокольчик пишите комментарии все и да пребудет с вами счастье всем пока пока